Здравствуйте! Вы на канале Любимая Тача, Иркутский район. Меня зовут Оксана. Сегодня 21 августа, очень холодная ночь. Я встала, утром было 7 градусов, сейчас 9 градусов. Почему-то по прогнозу Надень нам обещает всего 13, хотя светит солнышко. Я думаю, наверное, прогноз будет ошибочный и будет потеплее. Но сегодня ночью нам уже 5 градусов обещают, потом 4 градуса, потом, правда, в конце августа до 28 дней он должно потеплеть, ночью до плюс 15. Но я уже так жилеточку пододела теплую, потому что на улице прям реально холодно. Поеду сейчас в город, если будет жарко, жилетку сниму. И осень чувствуется, прямо что приходит осень. Очень у нас становится холодно. Я в каждом видео попутно отвечаю на комментарии, на вопросы, которые задают мне. И вот в видео, где обзор дома, там постоянно спрашивают, пачкается ли вот это окно у вас, которое возле раковины. Да, конечно, оно пачкается, и брызги от воды могут прилететь туда, и плита у нас рядом, какой-то жир может капнуть. Но у всего есть свои плюсы и минусы. Плюс какой? Можно смотреть в окно. Всегда за окном у вас красивая картинка. Она меняется. Зимой очень красиво. Белочки играют, бегают по газону. Ну, а минус, да, он есть, но для меня он небольшой. Не надо это окно прям мыть-мыть постоянно. То есть, посуду моете, но вот эти поверхности протираете же, все равно где-то капельки воды. Мокрой тряпкой можно протереть только вот эту часть окна, например, и сверху сухим полотенцем протереть. Это занимает меньше минуты. Поэтому надо смотреть по себе, что больше перевешивает. Либо красивая картинка, либо частая протирка этого окна. Если напрягает протирать, ну, лучше тогда не делать окно рядом с раковиной. Спросили, как устроен полив на нашем дашьем участке. Сейчас я все вам покажу. Вот смотрите, у нас из дома выведены трубы на веранду. Здесь у нас раковина со смесителем. И горячая и холодная вода здесь течет. И сделаем кран с холодной водой еще вот сюда. На него надет шланг. Этот шланг лежит под террасой. Вот такая дверца у нас открывается. И там лежит длинный шланг. Но к нему с помощью фитингов можно прицепить еще один шланг. И можно поливать, например, вот эти цветы, кустики можно поливать. И у того дома тоже выведены трубы. Можно с помощью фитингов прикрепить шланг такой с катушкой у нас длинным, который разматывается. И поливать, ну вот яблоньки, например, там вишни, кустики разные. Можно вот так сделать. У меня здесь очень много цветов в горшках. На газоне растут растения. И вот эти шланги мы так планировали сделать. Сейчас скажу, как получилось по факту. По факту подключать каждый раз катушку. Разматывать, сматывать. Мне неудобно. Плюс вода очень холодная. У нас вода центральная здесь в поселке получается. И она очень холодная. Она с глубины идет. И по факту получается, что Ставим вот такое ведро. Собираем дождевую воду. И потом я лейкой, ну, черпаю отсюда и поливаю свои цветы. Но не клумбы большие, например, вот это могу полить, там могу полить, горшочки могу полить, на веранде. Часто приходится поливать то, что под крышей. А то, что не под крышей, у нас дождь поливает через день до каждый день. Я уже не помню, когда у нас было какое-то такое жаркое лето, чтобы все пересыхало и надо было каждый день поливать. Все время идет дождик. Вот вчера дождя не обещали, в городе не было. А здесь у нас опять пролил такой сильный дождь. Но если надо, полить газон, например, в засушливое лето. И кусты, краны из этого дома и из того дома выведены на эту сторону. И из того дома выведены еще с другой стороны. Чтобы подключить поливалку, можно на газон поставить. Либо вот эту большую катушку с длинным шлангом. Вот с этой стороны есть краны. Один кран. Это вот наша вода, которая идет по нашим трубам. И второй кран идет от емкости. Сделали в сарае емкость на 1000 литров. Чтобы вода немножко согревалась для полива. Вон она такая емкость большая. Там темно, свет там не включается в сарае сейчас. В общем, емкость на 1000 литров. Делали в надежде, что вода будет теплее. И можно будет поливать теплой водой. Поливать теплой водой можно, но только в июле, когда теплые ночи. А когда ночью 7 градусов, ничего не получается. И даже если бы мы ее на солнце поставили, эту емкость. Вот у меня бочки стоят там на солнце. Все равно толку нет. Ночью вода остывает. То есть это тоже, ну, такой, ну, просчет или не просчет. Не знаю. Думали, как лучше получилось. Вот так, как есть. То есть вода все равно холодная. И обязательно из этой емкости осенью воду надо сливать. И все краны уличные нужно закрывать. С началом заморозков. Здесь возле огорода у нас тоже есть проведен кран. Ну, от этой емкости, то есть сделаны трубы. Они под землей проходят. Ну, где-то над землей, вот где-то закопаны. Сюда можно подключить шланг и полить грядки. Здесь вот он так пока лежит у нас. А вот здесь он закопан уже. Вот он уходит в землю. И еще выведена у нас вода в теплицах. В каждой теплице есть вот такой вывод воды. Кран, к которому тоже можно прицепить шланг. И мы думали поначалу, вот горчица уже сходит, мы думали поначалу, что мы будем поливать водой из шланга в теплицах. Нет. Вода очень холодная. Ну, вот единственное, я говорю, летом в июле можно полить. А в остальное время нет. Я помидоры высаживаю уже вообще рано, когда даже уличная вода у нас закрыта. И здесь воду в пятилитровые бутылки одновременно и землю грею. Потом ее использую для полива, эту воду. И использую здесь для чего? Подключаю тоже катушку, длинный шланг. И этой водой холодной я проливаю малину. У нас там малина. И как раз шланга хватает, чтобы положить шланг под малину. Клубничные грядки можно полить. И в этой теплице тоже шланг подключается. Тоже сделан вывод воды. Сейчас стиралка подключена сюда, уличная у меня. Ну, в общем, мы планировали так, что будет все очень облегченно. Может быть, что сделаем мы капельный полив здесь от этих труб. Но вода ледяная, холодная. И получилось так, что в итоге я все-таки поливаю все вручную. Поливаю из бочек, которые вода набирается, она все равно потеплее, когда постоит. Вот там бочка у нас, под водостоком. И вот самая теплая вода вот в этих двух железных бочках, потому что они круглый день с утра до вечера на солнце. Это самое солнечное место получается. Ну, не до самого вечера, но вот в них вода потеплее. И в такое время, осенью и ранней весной, я воду прям ставлю, наливаю в пятилитровки из этих же бочек. Или весной, например, снег тает, с крыши снег идет. И бывает со льдом эта вода. Я набираю это ковшечком в бутылки и ставлю в теплице, когда уже растения растут и их нужно поливать. Вот я вам рассказала, как мы планировали, как мы хотели сделать и как в итоге получилось. Пока меня не напрягает поливать лейкой. Я поливаю вот эту теплицу через день, потому что особой жары у нас нет. Да и теплицы в тени, это в жаркую погоду. А в не жаркую, так вообще там, ну, два раза в неделю. Помидоры я поливаю один раз в неделю. На улице у нас вообще все дождями поливается. Единственное, вот весной и осенью я хорошо проливаю малину и кусты и шланга. А так все остальное у нас дождями проливается. Ну, единственное, когда подкормки сделать надо. Но их все равно надо сделать из лейки. По поводу раковины спросили. Ну, здесь тоже такая же вода. Из этой через емкость у нас все течет, чтобы потеплее немножко вода была. Ну, вот я говорю, в июле она потеплее. Сейчас уже она очень холодная. Спросили про вот эту раковину. Я ссылку оставлю. Я нашла старое видео, где нет вот этой фасоли. На Яндекс.Дзене, на Ютюбе что-то не смогла найти. Ну, как делаю. Просто я беру вот эти ящики весной и сею у них фасоль. Фасоль обычная. Мне ее дала подруга. У них очень красиво беседка обвита этой фасолью. Вот она, видите, она цветет мелкими красненькими цветочками. Вот эта фасоль. В прошлом году я ее собрала, высушила хорошо. И эти же семена я посеяла на следующий год уже. В ящике у меня сколько растений. Землю здесь копать невозможно. Здесь одни камни. Вот одно, второе, третье, четвертое. Вот четыре растения. В таком ящичке длина ящика где-то 90 сантиметров. Ну и здесь так же примерно со всех сторон. Все посеяла пораньше. Поставила в теплицу на дорожке ящики. Потом стало тепло, я ее вынесла. И она вот так хорошо растет, эта фасоль. Вот эти штуки надо обрезать и будет красиво. Не получается одной рукой обрвать. Вот. И там где она без листиков, тоже где-то у меня есть видео. Я ссылку в описании поставлю. Если вы не видите в описании ссылок, нужно нажать на слово «Еще». И тогда все открывается. Вот эти бочки я набираю. Ну то есть присоединяю шланг сюда вот к теплице, к этой, где вывод сделан. Набираю просто бочку и она согревается на солнце. В теплицу бочку мы не ставим, потому что... Ну раньше ставили, но ходить негде там. У нас же видите, там дорожки узенькие. У меня в теплице еще весной всегда и герания, и бальзамины. То есть она набита до такой степени, что там ступить некуда. Не до бочки. Вот капельный полив пока мы решили не делать. Ну и потому что пользоваться им получается у нас можно будет только в июле один месяц. А все остальное время все равно придется поливать вручную. Ну вот так. Так мы планировали. И рассказала, как планировали и как получилось. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому полезны такие видео. Подписывайтесь на Яндекс Дзен. Всего вам хорошего. До свидания.